Центр искусств Михаила Барышников в Нью-Йорке – это площадка для смелых экспериментов. Сюда приезжают музыканты, танцоры, актеры со всего мира. Обмениваются опытом, идеями, вместе работают. На этот раз творческое взаимодействие происходит между российской, американской и еврейской культурами. Тамара Гверцители на вопрос, какая она певица, российская, грузинская или еврейская, отвечать отказалась. Мол, она певица мира. Главное, что я артистка. А вот программа концерта в Карнеге-Холле, к которым она готовится, дань всем ее творческим национальностям. Она поет шлягеры и по-грузински, и по-русски, и по-французски. Но главной темой концерта стали все же еврейские мелодии – редкие песни наидыш, которые певица разыскала и озвучила вместе с Александром Целюком, руководителем московской еврейской мужской капеллы. Программа называется «Нежно» и тоже наидыш – «Мамели». Мы прослушали вместе около 300 произведений. Я не преувеличиваю. У меня огромная фонотека, наверное, самая большая в Москве, может быть, в России, с еврейской музыкой – и духовной, и народной. Я, а раньше мой папа, а раньше мой дедушка собирали эти песни по крупицам, еще начиная, так сказать, с граммофонных пластинок, с кассеты катушек. Для Тамары Гверцетели эти 12 песен стали неким экспериментом в поиске национальной самоидентификации. Мама – ее еврейка. Организаторы гастролей несколько лет к этому проекту приглядывались. Нам показалось с творческой точки зрения, так как мы музыканты в первой профессии, очень интересным. Но оказалось совершенно неподъемным этот проект, потому что оркестр надо было брать и набирать здесь. И, в общем, музыканты надо было, чтобы эти музыканты прочувствовали эту музыку. Музыканты оркестра, в основном американцы, с задачей справились, прониклись силой и лиричностью этой музыки. Этой музыке нужно отдавать все свое сердце и душу. В ней есть ни с чем не сравнимая красота. Играть ее на сцене Карнеги Холла невероятно волнительно. Создатель проекта Александр Цалюк ранее уже выходил на сцену Карнеги Холла. Я пел в Карнеги Холл, пел в хоре. Когда-то мы приезжали с консерватории. И вот в прошлом году, в декабре, мы пели здесь гендалевскую миссию в составе огромного хора в тысячу человек. Но вот дирижирую, конечно, на такой сцене я впервые. Так что это очень волнительно. А вот Тамара Гверцители не очень волновалась. Была уверена, что все пройдет хорошо. Я думаю, что все зазвучит достойно и все будет очень красиво. Потому что действительно в Нью-Йорке как-то объединяются люди, сердца объединяются. И что-то такое происходит созидательное. Творческая интуиция певицу не обманула. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев. Специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка.